Я рада, значит, всё работает, и мы с вами начинаем сегодняшний прекрасный эфир. Я вначале хочу поздравить вас всех с наступающим Новым Годом. Надеюсь, задания адвент-календаря для вас были интересны. Сейчас мы все их будем соединять в одну большую красивую композицию. Если у вас есть какие-то вопросы, которые вы хотите задать, вы можете их задать сейчас, я на них могу ответить. Если вопросов нет, то мы с вами прямо сейчас тогда начнём. Я подожду пару минут, и воспользуюсь этим ожиданием. Если у вас вопросов нет, можете написать «Начинаем». Если у вас есть вопросы, то напишите тогда в комментариях, что вопросы есть. Запись эфира у нас будет. Я ставила на запись, надеюсь, что всё сохранится. Будет у нас розыгрыш бокса для тех, кто выполняет задания. Об этом мы объявим чуть позже. Это будет точно не сегодня и не на эфире. Сегодня эфир мы будем рисовать. Потом вам нужно будет сделать этот рисунок. Потом, что ещё? Есть ещё несколько мест на новогодние боксы. То есть те, кто хочет следующий год провести вместе с нами, обучиться Мехенди, стать мастером Мехенди, вступить в наше прекрасное сообщество мастеров Мехенди, добро пожаловать. Ссылка есть у нас в нашем паблике, в нашем канале о Мехенди. Тоже можете присоединяться. Будем вам рады. Ещё напоминаю, что любой заказ, который у нас сейчас будет действовать в декабре и в январе, любой заказ хны, либо мини-бокса, мы туда кладём маленькие подарочки в виде наклеечек и календарика наших фирменных. Если вы готовы начинать, то пишите «Начинаем». Если есть вопросы, то пишите вопрос. Что ещё хотелось бы сказать? Я хочу сказать большое спасибо всем тем, кто принимает участие, выполняет задания. И вот что я интересно заметила. Мы эти задания делаем, я их делаю для того, чтобы кайфануть, расслабиться и потворить. Мне очень грустно читать, когда вы пытаетесь оправдаться за то, что у вас что-то там не получилось. Девочки, вас никто не оценивает. Вас оцениваете только вы сами. Вам не нужно оправдываться. Наслаждайтесь творчеством, творите. Мы все создатели. И давайте просто наслаждаться процессом и кайфовать от результата, какой бы он ни был. Потому что каждый раз, чем больше процесса, тем лучше у вас получается результат. И сейчас я тоже вам рекомендую насладиться процессом. Да, у вас могут быть какие-то ошибки. Да, у вас может не получаться так, как у меня. Или у вас может получаться лучше, чем у меня. Но вы это можете не видеть или можете очень сильно себя критиковать и сильно с большой критикой к себе относиться. Хотя я вижу то, что у вас, допустим, получается намного интереснее и лучше. У вас получается по-своему. И это прекрасно. Это прекрасно, что у вас получается по-своему. Потому что мы не копировальные машины. У каждого свой опыт, у каждого свое видение, у каждого свой путь. И даже в творчестве, и особенно в творчестве, это лучше всего проявляется. И это видно, и это прекрасно. Поэтому какая бы у вас мандала или там дракон не получился, он в любом случае прекрасен. Потому что вы его создали. Ну что, мы с вами начинаем. Я переворачиваю камеру. Так, у меня тут лежит наша прекрасная мандала. Я заранее, вообще, когда я придумала все эти задания к адвенту календарю, я придумала сначала именно эту итоговую композицию. А потом уже я поняла то, что надо было это все разделить отдельно, потренировать отдельно. И потом уже рисовать это все вместе. Вот. Итак, у меня лист А4. Я приготовила. У меня есть водичка. У меня есть салфетки. У меня есть карандаш. Кисть. Конусы с хной. И еще у меня есть прекрасное такое... Прекрасное изобретение для художников. Называется клячка. Кто не знает, можете взять ее в художественном магазине. Она как пластилин. Это стерка, мягкая стерка, которая не повреждает бумагу, когда вы рисуете. Итак, скажу сразу, что у нас будет. У нас на заднем плане, чтобы вы могли грамотно это все разметить, на заднем плане у нас будет мандала. На втором плане у нас будет дракон, который у нас будет вместе с цветами. Что еще вы можете себе приготовить? Вы можете, если у вас есть еще один гаджет, если нет, отберите у близких. Вы можете использовать прекрасное приложение. Называется Pinterest. Либо мы можем использовать те картинки, которые я скинула нам в Telegram канал. И вот тут мы набираем Dragon Sketch. Вот. Я буду использовать его чисто для того, чтобы что-то где-то взять, что-то где-то не взять. Но, в общем, примерно как-то выбрать какое-то направление. Итак, первое, что у нас будет, это самое простое. Это мандала. Что мы делаем для этой мандалы? Мы находим центр листка. У кого есть большая линейка, это прекрасно. У меня большой линейки нет, поэтому я буду на глаз рисовать от одного угла в другой, то есть диагональ. Я буду за счет диагонали искать, где у меня примерно находится центр. У меня нет ни линейки, ни циркуля, ничего такого я не брала. Поэтому у меня все тут будет достаточно такое. От руки. Так, теперь мы нашли примерный центр. Мы ставим здесь точку. Клячкой мы можем убрать эти линии. Они нам в целом не нужны. Нам нужны будут сейчас другие линии. Мне важнее всего была именно эта точка, потому что это будет у нас геометрический центр нашей композиции. Теперь, как в уроке, ничего нового нет. Мы делаем вертикальную ось. Это сверху вниз. И мы делаем горизонтальную ось. У кого проблемы с выстраиванием осей и нахождением прямых углов, мы можем перевернуть лист. Слава богу, это у нас не человек. Хотя, если мы рисуем на человеке, очень полезный способ, это просто ходить вокруг него и искать для себя удобный угол для рисования. Если вы знаете свои слабости, что где-то у вас получается криво, это хорошо. Потому что если бы вы не знали, вы бы не могли их исправить. А если вы знаете, то значит можете их исправить и использовать для себя. Значит можете под них подстроиться. Итак, мы разметили плюсик наш. Теперь нам нужно поделить его пополам. Мы делим его пополам. И этот угол тоже делим пополам. Мы делаем разметку для того, чтобы потом нам было легче нарисовать мандалу частично. Она у нас будет перекрыта частично. Поэтому лучше сделать разметку заранее. Потому что когда у нас уже есть какие-то элементы на переднем плане, будет очень сложно сделать симметричную мандалу. Но в целом это возможно. Если у вас хорошо работает пространственное воображение, вы можете примерно представить, где у вас будут находиться оси и какие-то элементы. То есть я опять люди-люди-лю пополам-пополам-пополам. У меня тут все пополам-пополам-пополам. Это все примерно. Я понимаю, что возможно, когда я буду рисовать непосредственно хной, у меня будет понимание, что нужно что-то поправить. Вот, например, даже сейчас я вижу, что надо что-то исправить. Если у вас есть линейка циркуль, то можете прям с кругами начертить себе эту основу. Это будет хорошо. Теперь мы берем нашу прекрасную широкую кисть. И сейчас мы будем с вами делать основу под дракона. Вот так. Мы берем нашу прекрасную хну. Девочки, заранее говорю, у меня ребенок. Надеюсь на ваше понимание. Если вдруг мне нужно будет отлучиться, я пропаду. Это говорит о том, что я делаю все-все-все для возможностей, для того, чтобы вернуться к вам и успокоить своего ребенка. Вот, надеюсь на ваше понимание. Так, в общем-то мы делаем все то же самое, что мы делали в уроке. Сейчас я хочу выбрать какую-то иную форму для дракончика. Здесь в этот раз у него будут руки в ту сторону, куда надо. Так, я понимаю, что здесь у меня будет центр мандалы. Хочу ли я его обойти или нет, я сейчас буду решать. Может, я найду сейчас какую-то форму интересную для дракона. И пойму, что вот она, это то, что я хочу сделать. Может, как-то. Так. Так, так, так. Вы тоже можете поискать. Вам не обязательно делать прямо точно так же, как и я. Но вы можете сделать так же. Или можете поискать ту форму, которую вы хотите. Так, где-то сюда у нас пойдет голова. Так. Изгиб прям сильный будет. Так, ну вот у нас основа получилась такая. Саму мандалу мы с вами будем рисовать в самом конце. Тогда, когда уже у нас будет готов практически весь рисунок. У меня теперь нужно, я широкую кисть убираю, я беру маленькую кисть и немножко растушевываю то, что я здесь сделала, чтобы сделать более плавный переход. Если что, я потом буду добавлять тень. Так. Это у нас основа под дракона. Я его себе сейчас сохраню, потом выложу, какой референс я использовала. И теперь мы берем наши прекрасные анимоны. И они у нас будут на первом плане. Именно анимоны мы будем рисовать целиком и полностью. Такая история. И сейчас я найду какие-нибудь красивые анимоночки, которые западут мне прямо в душу, прямо в сердечко. И мы с вами будем их красиво располагать. Давайте так. Мы можем их сначала расположить. То есть у нас вот здесь он будет, небольшой цветок. Вот здесь у нас пойдут листики, пусть будут листики. Они частично будут заходить на дракона. Да. Почему бы и нет. Пусть у нас и здесь будут. Нет. Вот здесь у нас будет маленький анимон такой. Вот таким образом. И вот с этой стороны тоже у нас будет анимон. И вот сюда вот так вот с листиками. Так. И здесь нам нужно, скорее всего, будет частично рисовать что-то на переднем плане. Да. Что-то на заднем плане. Наверное, да. Из того, что я здесь расположила, где-то здесь должна быть лапа дракона. Да. Где-то здесь должна быть лапа дракона. Мы ее с вами сейчас частично будем рисовать. Потом будем рисовать наши прекрасные цветочки. Вот. В целом морду дракона мы с вами тоже можем нарисовать. Да. А потом уже перейдем к цветам. Чтобы у нас было все гармонично и на своих местах. Так. Значит, здесь у меня морда дракона. Это у меня будет лоб. И вот сейчас рекомендую, наверное, вам немножечко посмотреть, как я буду рисовать. Только потом рисовать, чтобы вы не потерялись. Так. Это у меня где-то середина. Здесь у меня будут ушки. Так. Здесь у меня глазик. Мне кто-то написал, что у меня у дракона морда оленья. Ну, я думаю, в этом нет ничего страшного. Можно сразу и усы на месте у красные усы. Сделаем их чуть-чуть объемными. Вот эти вот точки в начале, если у вас получается у лени точки, можно прям чистым конусом вытирать их. Убирать. Так. Так. И вот здесь вот волоски. Ушко. Делаем арочку и галочку. Так. И вот здесь вот у нас тоже идут волоски. У меня ребенок не хочет отпускать сегодня. Ладно, я верю в своих домочадцев. Они справятся. Так. Такие вот у нас рога. вот здесь смотрите у нас вот здесь он будет линия волос чуть отступая потом она уходит вот сюда то есть мы здесь отступаем потом постепенно сокращаем это расстояние здесь у нас последние волоски уходит потом здесь у нас будет перекрут небольшой небольшой перекрут так и здесь вот у нас как раз тут будут цветы вот здесь на заднем плане мандал у нас будет показываться так и вот здесь у нас как раз будет лапа так здесь мы рисуем плечо волосочек локоточек и вот она как бы будет лежать у нас лапка плечо достаточно большой да вот округлая мы здесь делаем и здесь уже идет предплечье здесь кисть здесь сужаем где кисть потом у нас где пальцы мы чуть-чуть делаем шире здесь уже рисуем фалангу и когти так частично мы нарисовали здесь теперь мы эту часть теперь мы дракона не трогаем так до куда чтобы видно было теперь мы берем наши прекрасные они анимоны так 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 давайте у нас тоже на заднем плане будет слегка не получается тут на заднем плане лепестки мы с вами потом будем добавлять здесь тень какие-то анимон у нас могут в другом ракурсе не совсем прям нарисованные то есть мы смотрим они как бы сбоку у нас сердцевинка у нас боковые лепесточки тут конечно уже пошли листики на листиках тоже есть небольшой изгиб когда делаем изгиб мы делаем только максимум 22 изгиба то есть вот тут справа и влево все больше не нужно 34 делать листики у нас тоже неоднородные я как бы смотрите я визуально вытягиваюсь делаю схождение на нет у всей этой композиции вот я их наметила и больше не трогаю пусть они подсохнут потом мы уже будем добавлять сюда и тени и какие-то листики и штрихи и прочие прелести которые нам нужно тут добавить и с этой стороны добавляем листиков так то есть у нас дракончик обнимает цветочки здесь с этой стороны у нас уже анимоны будут больше на переднем плане я бы сказала так давайте мы сделаем немножко не совсем что ли стандартная получается смотрите я рисую вот арками мне нравится когда вот передние лепестки возможно в моих работах увидели какая чаша получается да вот здесь вот у нас будет центр этого анимона то есть мы смотрим на него немного сбоку и конечно лепестки мне не совсем они круглые на они мне с небольшими изгибами с какими-то неровными и сколько оттенками не а как и и Так. У меня здесь листики такие. Так. Мы с вами в целом достаточно много нарисовали, наметили. Вот здесь, несмотря на то, что у нас здесь дракон, у нас будет остаться темная часть, поэтому ничего страшного, что мы здесь на тень залезли. Мы с вами будем выкручиваться из этой ситуации в любом случае. И здесь у нас тоже будет небольшой аниме. Таким образом мы зарисовали тут эту часть. Так. Теперь у нас с вами намечены цветы. Можно еще вот сюда вот так вот сделать какой-нибудь красивый листик. Наметить. Так. Теперь мы с вами рисуем наши прекрасные анимоны. Напишите мне, пожалуйста, запись будет. Да. Как вам вообще? Вы со мной рисуете или вы без меня рисуете? Анимоны мы сейчас с вами будем рисовать не полностью. Я буду стилизовать центр в виде кружочков и добавлять точки. Так. Мне кажется, опять прорываются. Как мне кажется, опять прорываются. центр готов теперь мы немного можем разметить где у нас тени будет либо можем пока оставить то что нам нужно сейчас будет очень сильно затемнять фон и чтобы у нас это все не слилось я предлагаю сначала затемнить фон а потом уже создать более светлой части поэтому мы переходим опять к дракона потому что думали что все будет просто а вот нет так мы с вами переходим дракона начинаем его детализировать то есть рисовать ему границы где у него тут волосы находятся где него тут заканчивается туловище и так далее смотрите как я рисую волосы виду что у кого-то проблем были с волосами тут я делаю одну линию это верхний край да то есть как бы пучок волос такой получается и нижний край вот это у нас получается что-то типа пряди рядом можно добавить еще одну один волосок тоже будет как такое дополнение таким образом у нас получается и и вот здесь у нас уже будет граница дракона здесь у него будет тоже граница и песен его будет вот эта часть передняя немножко закругляю и здесь у нас будет чешуя прежде чем приступим детализации чешуи нам нужно сделать более понятную детализацию в плане теней на и каких-то другие детали для того чтобы когда мы мелкий элемент рисуем их очень важно рисовать самый последний момент прям вот в самый последний момент потому что если мы при рисовании такой такого объемного рисунка начинаем рисовать детали забываем потом про то что у нас там должна быть и у нас получается мы уже не можем ее добавить можно конечно попробовать на грязновато поэтому здесь я предлагаю добавить еще небольшое затемнение со стороны волос и и вот здесь не от края а чуть-чуть как вы отступает то есть у нас будет такая небольшая темная полосочка понимаете меня я сейчас не буду вам объяснять есть стыка тень просто доверьтесь мне что край должна быть светлая полосочка потом должна быть темная полосочка потом плавное отступление плавный переход к тени так она мне получился очень ярко мы ее немножко сейчас разбавим я прям еле-еле касаюсь так теперь мне нужно вот эту часть теперь сюда надо надо чтобы она здесь подсохла это все мы потом уже сюда будем добавлять теперь здесь нам нужно немножко затянуть ему лапу даже немножко неаккуратно делаю да потому что у нас здесь будет еще чешуя слегка влажная кисточка убирая лишнее так теперь здесь кстати у нас где-то должна быть лапа не забудем лапу рисовать мне в целом двух ходу это только рукастые нравится дракончик так теперь смотрите что мы делаем у нас где-то вот здесь должна быть шерсть мы ее слегка намечаем 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 только внутреннюю часть и теперь мы переходим к мандале смотрите у нас здесь центр вина нам вообще очень мало очень мало из того что мы разметили и в целом будет понятно если нужно будет разметить еще да надо было наверное мне получше эти разметка заняться но тем не менее мы это все используем и мы используем наш конус как то как нам отслеживать наши вот эти вот линии тут нужно конечно сохранить максимально свое как это максимально сохранить свое зрение вот вы знаете что сейчас будет еще более сложная задачка потому что дракон у нас достаточно темный и фон мы тоже будем сильно затемнять так здесь я конечно немножко ну давайте была не была дождите сейчас сейчас немножко под тупила сейчас все все будет сейчас мы все исправим не делайте сейчас так как я ну что будет у вас немножко другом так смотрите что я хотела сделать я хотела чтобы у нас мандала была в тени но я сейчас вижу что дракон получился очень темный вот если мы сейчас делаем мандалу в тени тогда получается будет все очень темное давайте мандалу не будем делать в тени мы ее сделаем супер тонкой чтобы она контрастировала с драконом вот мы не будем здесь делать тень у нас будет тонкая мандала на заднем плане мы потом добавим тени вокруг цветов такое небольшое свечение согласны так смотрю я смотрю понятно косяки у меня тоже бывают вопрос о том как вы ним относитесь что потом с ними делаете так давайте все таки пока лапу нарисуем пока у нас там сохнет и потом я еще сможет пока придумаю что делать с этой мандой знаете чем отличается профессионал от новичка давайте ваше предположение жду в комментарии давайте давайте жду ваши комментарии чем отличается профессионалку новичка давайте давайте пока прию 1946 пока далеко у нас тут первого получается так и ну Продолжение следует... Здесь, чтобы его чуть-чуть прям пообъемнее сделать... Так, кровь разрулит все. В общем, профи свои ошибки выдает за истину, то, что так и было задумано. Вот так вот и отличаются у нас профи. Так, я пока ищу свои оси. Опять смотрю, делю пополам, где у меня находится. Вот одна у меня ось, вот у меня вторая ось, вот у меня третья ось. Сюда она уходит. Так, вот у меня еще одна ось. Вот ось и вот ось. Так. И вот у нас центр у нас немножко спрятан получился. Спрятан. И, кстати, из-за того, что мандал у нас на заднем плане, можно тут ошибаться и не столь стоит этого бояться. Так. Вершина раз. Примерно. Находим, где у нас вторая вершина. Можно было заранее наметить мандалу. Это не было бы лишнего нас. Понятно, что я делаю? Понятно, что я делаю? Я очень-очень тонько. Практически. Такие грязные конусы. Примечаю мандалу. Здесь вот высокие вершины нам точно нужно разметить очень хорошо, потому что на них уже будет видно, где неровно. У центра примерно себе ставим точки. Так. Вот здесь у нас точка. Тут у нас точка. Тут у нас точка. Тут у нас точка. Здесь много точки. И проверяю себя. Проверяем. 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 Несколько раз проверяем. Так. Теперь нам нужно найти точку пониже и выставить ее тоже. Допустим, вот она у нас. Это будет понятно, куда вести наше куполо. Так. Так. Спасибо. На подороже на косяк. Так, теперь нам нужно будет пристреливаться к соседним линиям. Там, где нам не видно, мы можем просто стараться делать симметричную линию той, которую мы нарисовали относительно оси. Тут у нас на заднем плане получается уже, тут и не видно будет. Мы-то знаем, что там она у нас должна быть, эта мандала. Так, вот здесь у нас идет на эту линию, значит, отсюда идет дальше. Тут вот я сверяюсь, потому что что-то меня смущает положение этой точки. Вот она должна быть вот здесь. Значит, вот здесь мы видим купол, и вот она вот здесь вот сзади. И вот этот купол у нас тоже на заднем плане лепестка находится. В целом, то, как мы разметили, нам этого должно хватить, чтобы тут рисовать какие-то небольшие детали. Вот внутри, по крайней мере, да, давайте пока внутреннюю часть запомним. Вот. И здесь я уже добавляю детали, которые, ну, такие... Они больше как бы кружевные. И достаточно тонкие. И так как и... лишнюю линию тоже не так смотрите да видите косяк получается и потом соседи не так не будет большую чуть-чуть побольше видите хочется вот такой эффект здесь нужно теперь перейдем к нашим прекрасным вами деда нашу тень вот тут у нас потом можно войти от цветов подпишись Так. Немножко здесь. Сейчас только попадущее тень не показываю. Сейчас это все мы слегка покажем. И потом будем утолщать. Продолжение следует. 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 я же еще и с тобой тишина давайте поговорим о чем быть это мне прям как-то не по себе что ли старается кайфует ваше рисование спасибо 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 давайте поговорим все таки нас какие то вопросы вас памятники есть может продвижению каком-то развитие спасибо 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 Спасибо. 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 Здесь есть какие-то в годовом доступе клуба есть и животные. И ботаника. Все мастер-классы, все марафоны, которые были у нас по цвета там вообще есть все и растушевка и композиция поэтому присоединяйтесь обязательно если хотите там это все есть вот вы сейчас можете заметить что я начала утолщать я прям достаточно жирные линии дела потому что рисунок у нас достаточно такой темненький для того чтобы здесь что-то выделить нужно очень постараться поэтому я вообще прям не жалею хму на вот эти вот утолщение а Продолжение следует... 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 ребенок танцует на машинке мне у двери так как вам вообще то что получается скажите мне да у нас вот по поводу новогодние акции я не договорила сейчас при покупке годового доступа получается еще подарочный бокс сразу все все курсы обратная связь на год так ну и конечно как вы думаете что у меня будет виде деталей это будут конечно же цепочки так что у меня с конусом произошло нет это тоже просто супер получается красота вот Продолжение следует... 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 Продолжение следует...